Салмастер Макрумет, Тотандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Сегодня, наконец, из своего бункера объявился Нурсултан Назарбаев. Все это время его не было видно, слышно. Ну, собственно, и сегодня его не было видно. Он выставил свое письменное обращение. Вообще, активно в Казахстане муссировали слухи, что Назарбаев уже умер. Я думаю, что Нурсултан Абиджи давно пора прийти на свой любимый хабар и сказать, вот он я, жив. Но, тем не менее, мы этого не увидели. Конечно же, вы знаете, Назарбаев так делает всегда, когда наступает сложнейшая ситуация. Он запирается в свои дворцы, в свои бункеры, где-то прячется, отлеживается. Старается перевести стрелки на каких-то исполнителей, на премьер-министра. Ну, в данном случае у него есть мальчик, или точнее мебель для битья, Касамжимар Такаев. И поэтому он пытается над этой ситуацией находиться как бы сверху и дергать за ниточки из своего бункера. Вот. Что мы сегодня услышали? Удивительные слова. То есть, мы понимали, что Шал давно сошел с ума. Каждый его выход сопровождается гомерическим смехом всей нации. То он на кладбище отправит, то еще что-нибудь такое скажет удивительное, что оказывается и высшее образование надо получать, и учиться не надо. Что вот можно дворником стать, миллионером. Он, наверное, тут имеет в виду своего брата Булат Назарбаева, который был обычным сантехником, стал теперь супермиллиардером. В общем, одним словом, понимая, что если он на публику выйдет, то тут уже народ не то что будет хохотать, а закидает его камнями, видимо, теперь он перешел в другой формат, когда ему пишут какие-то обращения. Но я так скажу, что его обращения не сильно далеки ушли, далеко ушли от его крылатых фраз. Ну, представьте себе, типа, человек, который рулит страной, мы все прекрасно знаем, что именно он рулит. Кто бы там ни рассказывал про библиотеку, двоевласти, все это ерунда, мы все прекрасно знаем, что именно Назарбаев рулит страной. И вот такой человек, вместо того, чтобы выйти с конкретным планом действий, как, собственно, сделал президент США Трамп, как сделал премьер-министр Англии Джонсон, как вышла Ангела Меркель, как вышел президент Франции Макрон и так далее, они все вышли с конкретным планом действий. Притом, не просто как спасаться от коронавируса, их действия уже видны. Мы можем включить телевизор, посмотреть Евроньюз, зайти в интернет и увидеть, какие полномасштабные действия осуществляют главы этих государств. Эти главы, они избраны своим народом, эти люди пришли к власти в конкурентной борьбе, это лучшие, как бы их ни критиковали, они лучшие среди тех, кто боролся за власть. И поэтому они наиболее изобретательны, наиболее талантливы, наиболее сильны, и они больше всего отражают тчаяние интересы народа. Ну, вот, собственно, посмотрите, Трамп. Хоть подвергается жесткой критике внутри страны, он вышел с пакетом помощи на сумму более триллиона долларов. И сейчас, уже в апреле начнутся выплаты, американцы будут получать минимум по тысяче долларов, ну и, скорее всего, будут получать по две тысячи долларов безвозмездные помощи от правительства. Виталий по 500 евро и так далее. Это только физические лица. Еще гигантский пакет помощи именно бизнесу, чтобы сохранить рабочие места, чтобы предприятия не обанкротились. И далее уже идут конкретные действия, как защищаться от коронавируса. Все очень устроено, сильно. Они не прячутся в своем народе, они не лгут, они не говорят, что эта болезнь не представляет опасности. А сейчас, что я получаю в интернете, на свой инстаграм, фейсбук? Поразительно, что наши люди продолжают говорить, что коронавирус не опасен, что это просто некий заговор, это просто вот наша верхушка, ну как бы пытается просто удержать власть. Уважаемые друзья, к сожалению, это не так. Надо смотреть, что делают ведущие страны мира. Там живут миллиарды населения. Если главы этих государств принимают такие экстренные решения, если там закрываются границы, выделяется гигантский пакет помощи, вы должны для себя сделать выводы. Хватит жить где-то в степи, мыслить по степному, считать, что мимо нас все это как ветер пролетит. Смотрите, что происходит в мире. И наше высшее руководство манипулирует вами, обманывает. И, к сожалению, завтра мы будем пожинать плоды. Плоды этой лживой политики, как, собственно, сейчас происходит. Когда вы живете в нищете, но еще живете. Но сейчас на планету наступает коронавирус. Это очень опасная болезнь. Италия не среагировала вовремя. Как Китай, например. И сейчас количество жертв там, в этой стране, где живут всего лишь 60 миллионов, а в Китае почти полтора миллиарда. И вот количество жертв в Италии больше, чем в Китае. Вы представляете, масштаб. Сегодня в Италии умерло от коронавируса почти 500 человек. И каждый день этот объем нарастает. Совсем недавно было 370, сейчас под 500. Видите, какие темпы. Поэтому это очень опасная ситуация. Ни в коем случае нельзя пренебрегать и говорить, что это пролетит мимо нас. И вот, собственно, что должен делать Такаев, как глава государства, пусть даже формальный. Что должна делать спикер парламента, что должен делать Ельбасы, так называемый, лидер нации. Они же, конечно, должны выйти с пакетом, чрезчайным пакетом. Не просто закрыть два города, Алмату и Астану. Поставить блокпосты, автоматчиков, броневики и танки. Остальные города, что называется, пусть выживают, как есть. Они должны выйти с пакетом таких действий, которые действительно покажут, что у страны есть лидеры. Что действительно граждане страны могут полагать, что государство их защитит. То самое государство, куда числяет налоги наши граждане. Вот в чем они должны быть уверены. А наши граждане задают вопрос. А два города городились, Алматы и Астана. Это что значит? Это значит только жители Алматы и Астаны выживут. Остальные помрут. Вот такие приходят вопросы. Что сказал Назарбаев? Он сказал, что идеальный шторм. И давайте собирать деньги, создавать фонды в каждом областном центре и скидывайтесь. Как он там сказал интересную фразу, чтобы эффективно противостоять эпидемии и поддержать экономику, каждый гражданин должен внести свой посильный вклад. Хорошо. Давайте мы порассуждаем. О каком посильном вкладе говорит Назарбаев. Итак, человек, который контролирует государство уже 30 лет. Мы ждем от него решительные шаги, решительный пакет действий. Все его заявления звучат так. Мы создаем фонд по всем регионам. Мы еще раз вытянем деньги с нищего и бедного населения, вытянем деньги с тех, которые завтра будут выброшены на улицу, потому что будет остановлено предприятие. Так это звучит. Он не говорит, что государство обладает всеми ресурсами и немедленно эта сумма сейчас вливается в экономику страны и попадает в карманы наших граждан. Он это не сказал. Вышел такая, похвастался, что благодаря мудрой политике и лбасы у нас в стране оказывается свыше 90 миллиардов долларов. Так где эти миллиарды? Почему нужно опять нашему народу собирать по 10 тенге отнимать последнее при том всем, что сейчас продовольствие сметается с рынков, с полок и кто-то может себе позволить купить продовольствие на месяц, но основная масса уже не может даже на 2 недели вперед купить. И получается сейчас основная часть товара в магазинах полок пропадет и около 50% населения что они будут делать, где они купят, по каким ценам, даже те маски защитные, которые стоили буквально пару недель назад 50 тенге сейчас в Астане продают их за 500 тенге то есть на них поднялись цены в 10 раз цены на продовольствие поднялись минимум на 30-50% это за какие-то 2 недели все это произошло и что предлагает Назарбаев чтобы вся страна опять скинулась создала некие фонды давайте мы теперь проанализируем итак что за руководитель нашей страны Назарбаев говорит идеальный шторм его дочь Алия говорит идеальные каникулы вы там отдыхаете все окей просто переждите отдохните Дарига Назарбаева спикер парламента выходит и говорит давайте вместе взаимная выручка и все прочее такая выходит говорит надо с оптимизмом смотреть к решению проблем хорошо давайте мы будем с оптимизмом смотреть на вас и где ваши оптимистические предложения неужели не только в том заключается что нужно собрать деньги у бедного населения со всей страны или мы услышали что вы триллион тенге собирать своим банкам отдать и там они опять пропадут что мы вообще услышали мы знаем что Дарига сказала и Такаев тоже что не надо паниковать паникеры это как сам вирус коронавирус паникеры опасны помните как Сталин в 41 году когда немцы подходили к Москве паникеров просто расстреливали на месте то есть вот что мы от них услышали итак Назарбаев идеальный шторм его дочь идеальные каникулы другая давайте быть вместе помогать друг другу такая посмотрим с оптимизмом наше будущее а где поддержка врачей финансовые где финансовая поддержка населения где гарантия сохранения рабочих мест я здесь живу во Франции и ежедневно слышу о том что правительство например Испании Франции заявляет что они будут платить предприятиям деньги это заявил английский премьер мистер Джонсон что правительство даст эти деньги лишь бы предприятия не останавливались вот это я понимаю уровень поддержки а что же наши руководители засели бункерах ходят в масках выстроили везде блокпосты танки броневики это не так хотят защитить свой народ от коронавируса от тех экономических проблем которые сопровождают развитие этой болезни давайте мы вместе поищем с вами деньги для решения этих проблем итак мы все прекрасно знаем что состояние Назарбаева свыше 200 миллиардов долларов я по этому поводу делал много репортажей когда мне задают вопрос ты откуда ты знаешь я приводил детальные примеры предприятий и других операций которые осуществлял Нурсултан Назарбаев и показал что его состояние оценивается минимум 200 миллиардов долларов в США и как вы понимаете его близкие люди брат его Булат Назарбаев зять Тимур Кулебаев Дарига Алия все они являются супер миллиардерами не просто миллиардерами а супер миллиардерами на счетах которых насчитывается десятки сотни миллионов долларов миллиардов активы ну вспомните совсем недавно вторая дочь Назарбаева Динара Кулебаева приобрела только один дом и участок в Швейцарии в Женебе за сумму свыше 120 миллионов долларов но они и до этого покупали самолеты яхты и так далее если открыть журнал Forbes состояние официальное только отдельно они специально сделали отдельно не как одна семья чтобы не занять первую строчку журнала Forbes самых богатых людей страны 3.1 миллиарда Тимур Кулебаев 3.1 миллиарда Динара Кулебаева то есть как вы понимаете они для публики для мира показали свое состояние 6.2 миллиарда долларов ну раздельно каждый как бы отдельно на первом месте стоит кто Владимир Ким якобы владелец предприятия производящих медь нашей стране 4.5 миллиарда и так давайте я сейчас озвучу известных миллиардеров это все кошельки Нусултана Назарбаева это все подставные лица и конечно он с ними делится которые оформили на себя его собственность и так Казахмыс Владимир Ким 4.5 миллиарда долларов Булату Тимратов 3.4 миллиарда долларов Динара и Тимур каждый по 3.1 6.2 миллиарда а теперь давайте вспомним других миллиардеров евразийскую группу так называемые Машкевич Ибрагимов Потах известный все они не граждане кроме не граждан Казахстана кроме Алика Ибрагимова их общее состояние оценивается минимум 10 миллиардов это только официально это то что называется на поверхности мы все должны понимать что их реальное состояние во много раз больше и конечно же состояние одного Булата Назарбаева оценивается минимум 20 миллиардов долларов который только с операцией контрабанды таможны между Китаем и Казахстана каждый год минимум по миллиард долларов наличными черными наличными деньгами не зарегистрированы просто вытягивает контрабандно грузов из Китая идет под его крышей люди которые живут в Жаркенте прекрасно знают о чем я говорю многие из них были в цепочке перетаскивали грузы фуры все мимо таможни все находится под контролем Булата Назарбаева сейчас эти грузы идут уже контейнерами по железной дороге и все это идет основная часть контрабанда попадает на рынки на этих рынках работают порядка 100 тысяч человек и объем товаров значительная часть покрывается за счет контрабанды контрабанды Булат Назарбаева как видите если считать что Назарбаев 200 миллиардов Булат Назарбаева скромный 20 миллиардов у Тимура Кулибаева в реальности свыше 10 миллиардов долларов мы так легко наберем больше 300 миллиардов долларов денег не надо искать не надо просить у нашего нищего и бедного народа забирать их однодневную заработную плату денег много поэтому если они хотят спасти свои капиталы я имею ввиду именно Назарбаев и его ближайшее окружение им надо просто скинуться чтобы не народ спасти а себя спасти а народ когда будет себя спасать они просто придут во дворцы семи Назарбаевых этой политической верхушки и отберут все не только то что внутри страны но и за рубежом и так что я предлагаю сброситься каждому из них по миллиарду долларов ну например Владимир Ким кошелек Назарбаева миллиард Булат Утимратов миллиард два Динара миллиард Тимур миллиард уже четыре ну Булат Назарбаев я думаю нельзя позориться надо чтобы он хотя бы два бросил вот вам шесть вот группа Машкевича три акционера каждый по три миллиарда сбросился вот вам девять ну и там Карим Масимов может сброситься глава спецслужб сам Назарбаев ладно уж не миллиард но с вами же вы там жадные очень хотя бы пятьсот миллионов вот вам десять миллиардов долларов а сейчас то что он там двести миллион тенге выделил каждому гражданину страны по десять тенге это смешно поэтому ну сам еще я вам предлагаю конкретный план где собрать хотя бы десять миллиардов долларов не трогайте национальный фонд это отдельный разговор и так десять миллиардов вот на поверхности и вы не объединяете если говорить о деньгах как вы помните мы приложили пакет пакет мер которые нужно немедленно осуществить и я в своих предыдущих эфира говорил что реально необходимы сейчас инвестиции всю экономику страны минимум около тридцати миллиардов долларов и эти деньги действительно есть они есть и они есть просто у этой политической верхушки даже если вы часть пожертвовать как вот я сейчас десять миллиардов насчитал уже людям станет легче и так пакет демократического выбора Казахстана пакет помощи составляет сумму в размере три миллиарда долларов десять мы уже собрали вот вам три а семь миллиардов долларов мы отправим действительно на борьбу защиты от коронавируса на поддержку бизнеса по бизнесу я предложил очень много простых решений один из простых когда на десять годовых понижается ставка у всех бизнесменов страны которые взяли кредит то есть если у вас кредит 15 или 20 годовых на десять годовых разницу вам покроет правительство вот деньги из тех самых десяти миллиардов которым сходу собираем они решают эти вопросы теперь мы знаем что правительство Франции и ряда других стран Италии они покрывают арендные платежи они покрывают коммунальные платежи и масса других вопросов решается масса и чтобы эти вопросы решить мы говорим что суммы для три миллиарда долларов для решения этих проблем достаточно я уже десять нашел вот так вот раз и все быстро мы должны с первого марта до первого июля списать проценты их должно платить правительство за те кредиты которые люди имеют розничные кредиты 7.7 миллиона человек выплатить по 50 тысяч тенге всем граждан нашей страны почти 18,5 миллиона человек заплатить ежемесячно нашим медицинским работникам по 50 тысяч тенге ежемесячно с первого марта потому что они стоят на острие на острие всех этих проблем что делает Дарега она говорит мы должны помогать медицинским работникам как деньгами вот оно предложение нет ни одного конкретного предложения со стороны Такаева первого человека считается формально государство второго Дареги вообще никакие предложения хорошо Китай друг Назарбаева а где миллионные тесты чтобы люди могли действительно проверить свое состояние здоровья болеет они коронавирусом или нет южнокорейцы уже предложили миру эффективный способ борьбы просто садиться на карантин это не сильно помогает Запад предложил как временную меру перейти на карантинный режим ограничить контакты только потому что еще не разработаны вакцины предполагается что до конца этого года эта вакцина будет разработана и мера как карантин ограничение контактов с другими людьми она только направлена на то чтобы временно сдержать чтобы не было переполнения больниц чтобы существующие приборы по вентиляции легкие каким-то образом поддерживали жизнь людей а в италии а в италии уже видно что приборов этих не хватает и там стоит вопрос так пожилых уже никто не спасает те кто более моложе считает что у них шансов больше на жизнь их спасает это все было связано с тем что не было способа борьбы но почему Назарбаев не купит эти тесты почему те самые же китайцы не научат как тестировать людей почему мы не используем технологию определения тестирования населения как предлагают южнокорейцы эти тесты на эти деньги можно купить миллиардами не то что миллион миллиардами у нас население всего лишь 18 с половиной миллионов человек Украина у которых нет таких ресурсов она купила миллионы миллионы купила почему мы это не слышим и не видим почему из своего бункера Назарбаев говорит что нужно всем скинуться собрать деньги куда скинуться чтобы скинуться затем чтобы опять эти чиновники разворовали которые не знают как бороться с коронавирусом мы не знаем о состоянии нашей медицины мы не знаем сколько какой-то мест мы не видим способность мобилизации нашей системы здравоохранения мы ничего не знаем но мы точно знаем что это коррумпированная система и она будет продолжаться оставаться такой до тех пор пока наши врачи будут получать ничтожные средства пока не будет контроля со стороны народа а при власти одного человека это в принципе невозможно поэтому уважаемые друзья я к сожалению могу констатировать что Назарбаев выступление которого еще с надеждой ждали остатки тех людей которые как-то надеялись как на соломинку на спасение что выйдет сейчас тот самый Назарбаев который якобы 30 лет успешно управлял нашей страной и вот он предложит у него же огромный жизненный опыт и что мы услышали гора родила мышь он сказал идеальный шторм ребята скидывайтесь все что мы от него услышали и больше ничего то что он поддерживает свою мебель Такаева что вот надо всем мобилизоваться куда мобилизоваться где эти 90 миллиардов долларов где те самые деньги которые вы верхушкой политической гребете сегодня я предложил уже народу скинуться по 10 тенге в пользу Назарбаева раз у него с деньгами проблемы но наш оказался народ безгранично щедрый они предложили не только Назарбаеву по 10 тенге а по 100 сброситься более того нашлись люди которые предложили сбор средств организовать в пользу Гоги Ашкиназы подружки Тимура Кулебаева чтобы она защитила их двоих детей жизнь же в Лондоне дорогая да айсултан Назарбаев сказал что только на его глазах перешло прошло перечисление 300 миллионов долларов в пользу Гоги Ашкиназы ну всего лишь 300 миллионов долларов с одного контракта вы все прекрасно знаете что есть так называемый газовый контракт когда газ из Казахстана поставляется через территорию России там минимум полтора миллиард долларов просто уходит в карманы Тимура Кулебаева и чтобы это было прикрыто главы Газпрома Миллера каждый год полтора миллиарда только с одного контракта и что Назарбаев не может найти день он просит нищий народ сбросится еще по 10 тенге когда с одного контракта полтора миллиарда разъезжается и с него единомоментно единоразово выплачивается Гоги и Ашкенази 300 миллион долларов вы понимаете да если Айсултан увидел разовые выплаты в размере 300 миллион долларов вы понимаете что там сколько миллиардов спрятал Тимур Кулебаев в запазухе Гоги и Ашкенази и тем не менее наш народ такой сердобольный сегодня предложил организовать сбор средств в пользу Гоги и Ашкенази и так друзья я хочу процитировать еще раз Назарбаева и когда он говорит необходимо сделать каждому гражданину свой посильный вклад я предлагаю ему первому и все его верхушки сделать свой посильный вклад их состояние известно публичное его состояние я озвучивал показывал только небольшая группа самого Назарбаева и его приближенных состояние можно оценить минимум 300 миллиардов долларов пожалуйста создавайте фонд вбрасывайте туда хотя бы 10 миллиардов долларов и инвестируйте в нашу страну все очень просто не требуйте нашего народа и еще удивительные вещи он собирает деньги у людей цены на нефть в начале года были почти 70 долларов за баррель вчера цена нефти была 25-26 то есть реально упала минимум в два с половиной раз цена на нефть и цена на бензин себе стоит с нового года в январе какая была так и стоит это поразительно во всем мире кроме пакета мер о которых я озвучил цена на нефтепродукты автоматически падает с падением стоимости на нефть мы уже больше недели говорим Кулебаев понижает цены на нефтепродукты минимум в два раза на бензин на газ цены упали и они будут еще падать но вы видите они глухие они не слышат вас и понятно что совсем скоро многие разъяренные люди выйдут на улицы их не остановит коронавирус ничего потому что мы знаем как справиться с коронавирусом с коронавирусом мы справимся тогда и вообще со всеми бедами в нашей стране когда мы сменим эту политическую верхушку а мы его сменим Нусултан Абдишевич поэтому если вы хотите хотя бы немножечко продержаться срочно срочно делайте свой посильный вклад Алга Казахстан